Эти крысы обучаются добывать себе воду, нажимая на педаль в специальной камере скиннера. Программа задает режим обучения и контролирует поведение животных. За одно или несколько нажатий на педаль крыса получает воду из паилки. После периода обучения ученые начинают эксперимент. Перед посадкой в камеру крыса получает инъекцию физиологического раствора. Посмотрим, как она будет себя вести. Оказавшись в камере, крыса нажимает на левую педаль и получает за это воду. На другой день той же крысе делают инъекции вещества анксиолитика из группы бензодиазепинов. Теперь та же крыса, чтобы получить подкрепление, нажимает на правую педаль. Мы наблюдаем интересное биологическое явление под названием лекарственная дифференцировка. Суть этого явления заключается в том, что условным стимулом для выполнения той или иной условной реакции для животного служит его субъективное состояние, которое формируется у животного, и у человека можно сформировать при действии того или иного психотропного препарата. Изобретатель метода любил приводить такой пример. Ирландские матросы после длительного плавания спускались на берег. Естественно, они заваливались в таверну и там принимали большую дозу алкоголя, мягко говоря. После чего часто выясняли отношения, все крушили. И на следующее утро, когда они там же просыпались и с них требовали плату, они отказывались платить. Но когда похмелялись, вспоминали всю эту скандальную ситуацию и без разговоров расплачивались. То есть получается, что у организма возможно сформировать разные состояния, и память в этих двух состояниях как бы расслаивается, разобщается. Ученые используют этот метод для изучения механизма действия нового лекарственного вещества. После того, как у них сформируется это поведение, лекарственная дифференцировка, вместо тренировочного препарата мы будем вводить им это новое вещество с неизвестным механизмом действия. И если мы в результате такого тестирования получим поведение, идентичное введению бензиазепинового препарата, мы сможем с вероятностью 100% говорить о сходстве механизмов действия известных анксиолитиков и этого нового неизвестного вещества. Таким методом можно также предсказать, будет ли новое лекарство действовать как наркотик и вызывать зависимость. Надежда Маркина, Владимир Межинский, Никита Токарев, Инфукс.